Очередная волна нападений на отделение Сбербанка. Радикалы в Николаеве, Запорожье и Александрии Кировоградской области залили краской фасады финучреждений. И все это прямо на глазах у полицейских. Подробности в нашем сюжете. Русбанковер или конец российскому банку. Такими стикерами сегодня оклеили окна отделений российского Сбербанка в Николаеве. Радикалы пришли к двум филиалам. Фасады и вход залили красной краской. В Николаеве, за Крымами, долучились до заходов, которые были заинтересованы нашими куберативами в Ильича Христа. Ну, классно. Сегодня стартанем, а далее побачим. Сотрудники банка во время акции забаррикадировались в отделении. Некоторые клиенты не смогли снять деньги. Разрушается бизнес. Я не могу получить деньги. Закрыт банк. Почему? Потому что пришли мне какие-то непонятные люди и делают непонятные во всей весе, которые разрушают страну вообще. Почему? Это защитники Родины. Кто-то разрушает. Кто они защищают? Радикалам никто не препятствовал. За происходящим спокойно наблюдали сотрудники полиции. Несмотря на то, что действия радикалов подпадают под статью хулиганства, никто не задержан. Почему? Мы обратились в управление нацполиции за комментарием. Но там пока молчат. Подобные акции с точно такой же реакцией полицейских прошли в Александрии Кировоградской области. Там радикалы раскрасили фасад Сбербанка. Мы хотим, чтобы этот банк прекратил свою работу и прекратил его сейчас существование. Чтобы перестали выводить деньги на Россию. Мы виноват! Мы виноват! Это глупость. Глупость. Страшенно глупость. Это как-то банда организовывается и творят, что хотят. В Запорожье радикалы пошли дальше. Заложили бетонными блоками въезд к отделению банка, а на ворота повесили цепь. Представители отделения Сбербанка, которые подверглись нападению, от комментариев отказались. Когда радикалы разошлись, сотрудники стали отмывать краску. Центральный офис фенучреждения дал только сухой письменный комментарий. По всем фактам противоправных действий банк обратился в правоохранительные органы. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, Елена Брынза, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Не мудрено, что российский Сбербанк решил уйти из Украины. Руководитель учреждения Герман Греф заявил, ищет варианты, как избавиться от украинских дочек. Санкции против фенучреждения он назвал незаконными и дискриминационными.